Филон завершает цикл, посвященный вопросам Аллахии и медицины. Мне хотелось бы посвятить минимум два занятия вопросам улечения в субботу. Безусловно, это конфликтная тема, ибо человек, имеющий даже самое поверхностное знакомство с Аллахой, понимает, что обычные вещи, которые делаются для ухода за больными в субботу, с точки зрения закона субботы, являются проблематичными. Вызвать по телефону скорую помощь, съездить в поликлинику, пойти в аптеку купить лекарства, включить ингаляторы и так далее, и так далее, и так далее. Все это действия, которые частично запрещены в субботу, как Милахату и запрещены законом Торы, а некоторые из них запрещены, как минимум, и постановление мудрецов. И вопрос, который встает, нет ли возможности, нет ли разрешения нарушать запреты субботы ради ухода за больными? Вот это первый вопрос, который следует обсудить. Ответ на него вкратце будет такой. Все зависит от того, о каком больном идет речь. Принято в Аллахе разделять всех больных на три группы. Первое. Люди опасно больные. Во всех тех случаях, когда есть опасность для жизни, то мы знаем, что означает жизнь человека – это высшая ценность, и поэтому в том случае, когда существует опасность для жизни, для устранения опасности для жизни можно нарушить самые разные, самые строгие запреты Торы, за исключением трех, идолопоклонства, сексуальные нарушения и кровопролитие. Как учит Талмуд, из текста Торы сказано там, «Элю амитсвот, ашер я, асео, там и адам, и хайбаим» – вот заповеди, которые должен исполнять человек и жить в них, и жить в них, но не умирать через них. То есть соблюдение заповедей не должно привести к гибели человека. И, безусловно, это верно к заповеди, это относится и к заповеди субботы, ко всем ее благочисленным законам и запретам. Это что касается опасно, там случаев, в которых есть опасность для жизни. Если же человек болен, но не опасно болен, в таком случае нарушать законы Торы нельзя для ухода за неопасно больным человеком. Что касается постановлений мудрецов, то частично они разрешены, то есть есть целый ряд постановлений мудрецов, которые можно нарушить для ухода за неопасно больным человеком. Если же мы подходим к третьей категории, то это люди здоровые, испытывающие определенное недомогание. Легкое недомогание. Есть целый ряд явлений, которые причиняют нам достаточно серьезный дискомфорт. Чувствуем мы себя плохо, но в общем и целом остаемся здоровыми людьми. Что касается здоровых людей, которые испытывают то, что называется валахе михуш, и мы на русский язык условно переводим как легкое недомогание, то статус валахеях такой. Нельзя нарушать какие бы то ни было запреты, не только запреты Торы, но и запреты мудрецов. Более того, здесь введено дополнительное ограничение, а именно в случае легкого недомогания мудрецы запретили принимать лекарства. Почему запретили принимать лекарства? Дело в том, что в эпоху Талмуда аптек не было, как и многих других благ цивилизаций. И поэтому, получив рецепт от врача, что нужно давать, какие снадобни нужно давать этому человеку, чтобы облегчить его страдания, улучшить его положение, люди должны были очень часто сами толочь в ступке подобно приправам, нужно было толочь различные травки, различные снадобни, для того, чтобы изготовлять целебные порошки, питье и так далее. И поэтому мудрецы опасались, что человек, который страдает от головной боли, от насморка или еще от чего-нибудь, он может, забыв, что сегодня суббота, желая, естественно, облегчить свое положение, забыть, что сегодня суббота и начать толочь эти растения, целебные травки или какие-то другие снадобни, тем самым, нарушив один из тридцати девяти запретов Торы, это то, что называется Тухен, помол, это одна из тридцати девяти милоход, то есть архетипов работ, которые Тора запретила нам в субботу. Что бы такого не произошло, мудрецы этим людям запретили принимать лекарства. Подчеркиваем, это запрещение касается только тех, у кого легкий недуг, но это запрещение никаким образом не касается людей, которые определяются как больные. Даже если они больны, не опасно, им можно принимать лекарства, а вот людям здоровым, которые просто испытывают легкое недомогание, им нельзя. Теперь мы подходим к самому важному здесь вопросу, как отличить. Чем отличается здоровый человек, который испытывает недомогание от человека больного? больным считается человек, как написано в книгах по лохе, который чувствует себя настолько плохо, что он хочет лечь. То есть лежачий больной. В ряде случаев есть люди, которые, даже когда чувствуют себя плохо, совсем плохо, они не станут ложиться. Не любят они лежать. Для таких людей критерий он вот какой. Если общее самочувствие человека настолько ухудшилось, что он просто есть у него слабость во всем теле, утомляемость, и он не может функционировать нормально, хотя, то есть другие люди в такой ситуации пошли бы, действительно не влекли бы, но он не ложится, однако и функционировать нормально он не может из-за общей слабости такой серьезной, то такой человек тоже считается больным. Наконец, третья категория это человек, который испытывает какую-то не общую слабость, а локальную боль в одном из органов тела, но боль настолько сильная, что она мешает человеку жить, он не в состоянии нормально функционировать, он тоже, как говорят наедиш ойсменч, он просто не чувствует себя человеком, и это тоже делает его больным с точки зрения лохи. Ну вот теперь нам нужно разобрать теперь подробно законы, которые касаются легкого недомогания, а затем перейдем к законам, связанным с больными, с неопасной болезнью. Прежде всего имеет смысл огласить список, что входит конкретно, мы дали общее определение, что есть недомогание, при котором запрещено принимать лекарства, то есть это те случаи, в которых человек себя неважно чувствует, он испытывает большой дискомфорт, но не настолько, чтобы лечь в постель или перестать функционировать. Что сюда входит? Ну, прежде всего, различные виды аллергии, аллергии, в том числе сена и лихорадка, нарушения пищеварения различные, в том числе и сжога, боли в животе, если они не сильны, сильные боли в животе, это может быть уже серьезная болезнь, а может быть даже свидетельство и опасной болезни. Головная боль, конечно, имеется в виду не слишком сильная головная боль и не хроническая, это обычная стандартная головная боль. Геморрой, укусы насекомых, укусы комара, укусы пчел, укусы осы, при условии, что нет резкой аллергической реакции. Затем следующий, бессонница, боли в суставах, затем мышечные боли, боли, связанные с менструацией, кожные проблемы, различные волдыри, трещины на коже, раздражение, экзема, дерматит, раздражение от загара, не сильная головная, не сильная зубная боль, вирусная инфекция, легкие ранения, порезы, синяки и так далее. Вот это все те самые вещи, которые входят в список легких недомоганий. здесь нужно ограничиться. Дело в том, что иногда легкое недомогание прогрессирует и переходит, оно может вполне перейти и в болезнь тоже, в не опасную болезнь, а иногда и в опасную тоже. То есть, все зависит от прогресса. И может быть какое-то явление, какое-то заболевание, которое начинается с очень легкой стадии и может расцениваться только как легкое недомогание. А в дальнейшем оно в дальнейшем оно в дальнейшем оно переходит в более серьезную стадию и становится уже болезнью. Пример. Безобидный грипп. Грипп. Человек у него есть насморк, у него немножко першит в горле, у него может быть немножко температура по вечерам, но в общем это недомогание. Но если этот грипп происходит на фоне хронической болезни, то тогда он может привести к заболеваниям. А у целого ряда людей с хроническими заболеваниями он может привести и к более серьезным последствиям. Еще один пример. Грибковая инфекция. Неприятная вещь, конечно. Зуд и всякие прочие нехорошие вещи. В обычной ситуации это недомогание и пользоваться различными мазями и прочими антигрибковыми средствами нельзя. Но если мы возьмем человека, если грибком заболевает человек, у которого есть проблема с иммунитетом, у него подавленный иммунитет, это может произойти из-за диабета или может быть не дай бог за раковые опухоли, то для такого человека даже легкая инфекция может быть серьезной опасностью для жизни. Поэтому в таком случае в отличие от обычных здоровых людей, здесь, когда мы имеем дело с больными людьми, для них даже такое явление как легкое недомогание является безусловно причиной для того, чтобы принимать лекарства. Им можно принимать лекарства, хотя сейчас они страдают от недомогания, но на фоне тех хронических или острых болезней, которые у них есть, это для них является серьезной проблемой, и поэтому для них Аллаха разрешает принимать лекарства. Если на данный момент, возьмем здорового человека, у него есть вот это недомогание, но есть серьезные опасения того, что это недомогание действительно разовьется в болезнь, даже в неопасную болезнь. Скажем, человек заболел гриппом, но грипп осложняется, температура начинает расти, и кашель становится невыносимо. Все это очень нехорошо выглядит. Хотя у нас нет еще показаний врача, что это перешло в стадию неопасной болезни, но вместе с тем, понимая, что скорее всего туда все идет, не нужно ждать до тех пор, пока разовьется болезнь. Уже сейчас на стадии недомогания можно принимать лекарства, ограничения по приему лекарства сейчас не работает. Еще одно важное исключение – дети, маленькие малолетние дети. Любое недомогание, которое случается с детьми, с малолетними, оно приравнивает их к больным. Малолетние, кстати, что значит малолетние? В возрасте от двух до трех лет. Есть мнение даже до девяти лет, это мнение только одного из авторитетов, а обычно принято, что малолетними считаются дети в возрасте до двух трех лет. Так вот, любое недомогание с ними делает их больными. То, что для взрослого человека это легкое недомогание, для малолетнего мы расцениваем их статус как неопасно больных, и все, что можно делать для неопасно больных, можно делать и для малолетних детей. Что конкретно можно делать? Для взрослых людей, у которых есть только легкое недомогание, они не больны, не собираются болеть, и нет показаний, что это все развивается в болезни. Можно ли хоть как-то облегчить страдания? Сказали, мудрецы запретили им принимать лекарства. А что же нельзя не только принимать лекарства, нельзя нарушать запреты субботами, сказали, в том числе и те вещи, которые запрещены только мудрецами, тоже нельзя делать. Однако, если рядом находится нееврей, то можно попросить его сделать вещь, которая запрещена мудрецами. Это правило, которое называется швуд дешвуд домоком цор в гадоль, то есть там, где есть очень серьезная необходимость. То есть человек действительно испытывает серьезное страдание, это недомогание, хотя мы его называем легким недомоганием, но у него оно уже не такое легкое, и оно доставляет ему серьезную неприятность. Но до уровня болезни еще не доросло, то есть не ложиться в постель, ни общего такого состояния вялости нет, но вместе с тем это достаточно доставляет человеку серьезный дискомфорт. Вот здесь можно попросить сделать что-то для облегчения его страданий нееврея. Подчеркнем, в таких случаях просить нееврея сделать что-то, что запрещено законом Торы нельзя. Если речь идет о легком недомогании, то можно просить его только сделать то, что запрещено мудрецами, но не больше того. Что еще можно сделать? Некоторые авторитеты, в том числе книга Шмират Шаббат Килхата, они дают такое разрешение. Если человек с пятницы взял лекарство и его размешал в каком-нибудь напитке или размешал его с какой-то едой, причем сделал это в пятницу, то в субботу, когда он почувствует это свое недомогание, то он сможет съесть эту еду и выпить этот напиток вместе с тем лекарством, которое в нем размешано. К примеру, люди, которые страдают от изжоги. Скажем, в обычный день человек такой взял бы, выпил бы столовой соды с водой, или воспользовался бы таблетками, там, чего какие-то таблетки, забыл, как они называются. Это в будний день, а сейчас суббота. В субботу ни таблетки, ни пить, не пользоваться питьевой содой для погашения изжоги нельзя, что же теперь делать? А можно взять ту же самую питьевую соду, развести его в каком-то напитке. И в субботу, когда человек почувствует изжогу, выпить этот напиток. В чем логика этого разрешения? Это не то, что мы пытаемся спрятать, вроде как, мудрецы запретили лекарство, а мы этот запрет обходим и принимаем это лекарство вместе с едой и питьем. Нет. Напоминаю, смысл запрета принимать лекарства для небольных людей, для тех, кто испытывает легкое недомогание, он в том, что люди могут забыть, что сегодня суббота и начать толочь с надами, чтобы делать из них лечебные порошки. Но если человеку мы говорим, ты сможешь принять лекарство, но особым образом, ты можешь приготовить, должен приготовить его с пятницы, в субботу этого нельзя делать, только с пятницы приготовив, и затем в субботу его принимают только смешанным с водой, с питьем, с каким-то напитком или с едой, то все эти неудобства, нельзя просто по-человечески взять таблетку и принять. Нет. Вот именно вот таким вот странным способом, приготовив это с пятницы, еще смешав и так далее, все это напомнит человеку, почему такие неудобства. Потому что сегодня суббота, а если сегодня суббота, то толочь с надоби нельзя. Поэтому в данном случае можно не опасаться и можно разрешить подобную роду практику. Нужно сказать, что с этим мнением не все согласны. В том числе Ромыш и Файшнен не согласился, так что это вопрос спорный, можно ли воспользоваться вот таким способом, приготовив себе смесь из лекарства и какого-нибудь напитка или еды в пятницу. Еще разрешают принимать это лекарство и в субботу, поскольку если человек в субботу его не будет принимать, то все, что он принимал его до того, не имеет смысла, потому что один день перерыва он приведет к тому, что весь эффект сведется на нет. После субботы тоже не поможет, когда у нас количество дней, когда нужно принимать это лекарство выше 7, то суббота в любом случае нет, и суббота так следующая попадет. Поэтому в данном случае многие авторитеты разрешают принимать такие лекарства, которые необходимо принимать непрерывно, и хотя не все, есть те, кто не принимает этого разрешения, но на разрешающих вполне можно положиться на практике. Еще одно исключение. Насморк. Насморк, в принципе, большое неудобство, но в общем и целом это не болезнь. От насморка человек не ложится в постель, конечно же испытывает большой дискомфорт. Если человек в субботу находится на людях, и он просто стыдится того, что из носа у него постоянно льет, у него уже не хватает никаких носовых платков и тиши для того, чтобы вытирать нос, и все это доставляет ему моральные страдания, только физические, но и моральные страдания, вот здесь многие авторитеты говорят, что ему можно принять какие-то средства от насморка, раньше это были капли в нос, сегодня уже это спрей, если сегодня молодым людям показать пипетку, вряд ли они узнают, что это за штука штука пользуется сегодня спрейм, ну по крайней мере вот такие лекарственные средства против насморка, в случае, когда человек стыдится своего окружения, многие авторитеты разрешают, какая здесь логика, есть правило, что в случае, где мы касаемся квадобриот, квадобриот это означает честь людей, честь и достоинство людей, то в таком случае запреты мудрецов разрешено не соблюдать для того, чтобы не, чтобы человек не осрамился для того, чтобы сохранить его честь и достоинство. В данном случае человек, который стесняется своего окружения от того, что у него постоянно течет из носа и это доставляет ему моральные страдания, то можно ему разрешить. Обратим внимание, физический дискомфорт не разрешает любой человек, даже если он находится не среди других людей, безусловно, насморк, сильный насморк доставляет человеку очень, очень неприятные ощущения, очень большой дискомфорт. Но этот дискомфорт, не доходя до уровня болезни, не разрешает в субботу принимать лекарства. А что касается достоинства и чести человека, то защита достоинства и чести человека это достаточный аргумент для того, чтобы разрешить запрет, нарушить этот запрет на прием лекарств в субботу. Еще одну тему здесь нужно обсудить по поводу субботы, это витамины. Витамины для здоровых людей. Что у нас получилось? Лекарства принимать могут только больные люди. Люди здоровые в субботу лекарства не должны принимать, даже если у них есть неприятные ощущения. А витамины в основном принимают здоровые люди. Но вместе с тем ряд авторитетов говорят, что витамины в конечном итоге это те же самые лекарства. Только это лекарства, которые предназначены для в основном здоровых людей. И поскольку они вполне входят в то, что называется лекарства, то разрешить их в субботу никак нельзя. Витамины нужно принимать до субботы, после субботы, но не во время субботы. А Раммой Шефайншен с этим не согласился. Здесь у нас есть спор, как определить, что такое лекарство, которое мудрецы запретили. Конечно же, если это витамин, который принимают в случае болезни, скажем, железо, который принимают при анемии и так далее, то это еще можно назвать лекарством. Что такое лекарство, говорит Раммой Шефайншен. О чем говорили мудрецы, запрещая лекарства в субботу, они говорили о том, что лечит от болезни или хотя бы от недомогания. Но в нашем случае нет ни болезни, ни домогания. Перед нами здоровый человек, который хочет принимать витамины, чтобы не заболеть в дальнейшем, чтобы обеспечить нормальное функционирование организма. Он здоров, но для хорошего функционирования организма, для того, чтобы он был не просто здоров, а еще и хорошо бы действительно функционировал, хорошо бы себя чувствовал, для этого ему нужны витамины. Это не называется лекарством. Поэтому, согласно Любон Шефайншену, можно принимать подобного рода витамины в субботу, согласно другим авторитетам это запрещено. Так что это вопрос спорный. Теперь от витаминов мы можем перейти прямым ходом к веществам, которые в общем-то съедобны. Мы упомянули здесь изжогу. От изжоги есть разные средства, в том числе таблетки под названием ТАМС, достаточно распространенные. Они приятны на вкус, но здоровые люди их есть не будут, только те, у кого есть изжога. А без изжоги никто их есть не станет, хотя тот, кто их употребляет, знает, что на вкус они вполне приятны. Подобные уже роды есть различные леденцы, которые хорошо влияют на горло человека, на его голосовые связки и так далее. В принципе, вещи вполне съедобные, может быть, даже для кого-то и вкусные, но здоровые люди есть не будут. Такие средства в субботу принимать нельзя, потому что их, то, как относятся к ним люди, вполне определяет их, как лекарство, дает им статус лекарства. Наоборот, если мы берем вещи, которые нормальные люди вполне едят обычно, и для них эти вещи являются пищей нормальной, даже в том случае, когда человек хочет сейчас их съесть для того, чтобы подействовать на свое недомогание, то это разрешается. Пример. Человек, который простудился, у него больное горло, и он хочет выпить чай с медом. мед – это еда, которую все нормальные люди готовы, едят, и не только больные. Но перед нами человек, у которого болит горло, и он-то пьет чай с медом не потому, что он любит чай с медом, а потому, что он хочет подействовать на свое горло, он хочет, чтобы ему не так больно было. Но поскольку он добивается этого при помощи того, что является вполне нормальным и обычным продуктом питания, то делать так можно. Человек, который страдает от изжоги, мы сегодня слишком часто возвращаемся к изжоге на протяжении этого урока, что ему можно сделать вместо того, чтобы принимать таблетки от изжоги? Есть различные средства, можно выпить газированной воды в легком случае, можно съесть простокваши, у кого повышенная кислотность, можно есть миндаль, все эти вещи, будучи обычными нормальными человеческими продуктами. Несмотря на то, что сейчас есть намерение использовать их вместо лекарства, но поскольку это нормальные обычные продукты, которые люди едят, и просто для того, чтобы насидываться, либо ради вкуса, то ими можно пользоваться в субботу без ограничения. Ну и наконец, следует добавить еще одну деталь, это уже будет последняя деталь по поводу легких недомоганий. Запрещено принимать лекарства в любом виде, и таблетки, и капсулы, и капли, и спреи, и мази, и не только лекарства. Физиотерапия тоже запрещена. Делать какие-нибудь упражнения для физиотерапии или делать силовые упражнения на тренажерах в субботу тоже нельзя. Легкие совершенно упражнения или легкие подтягивания, растягивания, это можно разрешить в субботу, но не силовые упражнения ни в коем случае. На этом будем считать, что тема легких недомоганий закончена, и мы переходим плавно к болезням. Болезни не опасны. Они для жизни не опасны, но вместе с тем они определяются болезнью, и мы уже говорили три возможных случаях, по которым мы определим, что человек болен. Если он настолько плохо себя чувствует, что ему хочется слечь, если он даже не собирается лечь, но он просто чувствует себя не человеком, у него все валится из рук, он вялость, усталость, большая слабость, то есть весь, он весь не человек. и наконец, случай, в котором есть у человека какая-нибудь боль местная в каком-то одном из органов, но настолько сильная, что хотя человек и не ложится, потому что даже если он ляжет, ему ничего не поможет, но это настолько сильная боль, что она мешает человеку функционировать и позволяет его определить, как не опасно больного. Мы сказали, для таких людей нет более запрета мудрецов на принятие лекарства, можно принимать лекарства, и целый ряд запретов тоже можно нарушать. Сейчас мы перейдем к этим запретам. Но прежде всего, может быть, привести конкретный пример. Локальная боль, которая развивается и позволяет назвать человека больным. Скажем, человек артрит, у него боли в костях, в суставах, в обычной ситуации это легкое недомогание, и принимать лекарства нельзя. Но если эта боль усиливается, и боль в коленях, либо боль в спине резко усиливается, то хотя во многих случаях человек такой ложиться не станет, потому что иногда ему спина так болит, что наоборот, когда он ложится, она болит у него еще сильнее, ему лучше может быть сидеть, но по крайней мере, если эта боль усилилась, то он уже перешел из-за этой сильной боли, он уже перешел в категорию больных, не опасно больных, но все-таки больных, и ему уже можно принимать лекарства. если человек сейчас еще не болен, то есть он не испытывает такой сильной боли, его не тянет лечь, нам понятно, что он вообще-то уже больной, и скоро будет совсем больной. предположим, такой случай. Возникло подозрение на ангину, еще нельзя человек вполне сносно себя чувствует, ну не больше, чем легкое недомогание, но вместе с тем анализы показали, есть трептококк, то есть бактериальная инфекция присутствует, и он собирается быть больным. Можно ли ему принимать лекарства прямо сейчас, хотя на самом деле еще явлений, которые позволяют с точки зрения Аллахи его определить как больного, нет, но доказательства того, что он больной есть при помощи анализов. Конечно же, мы считаем такого человека больным, и ему разрешается уже сразу начинать принимать лекарства. Аналогичная ситуация, если человек уже переболел, скажем, у него была бактериальная инфекция, и ему прописали антибиотики, он уже сейчас не испытывает тех неприятных ощущений, тех болей, которые у него были раньше, чувствует себя вполне сносно, но ему приказали принимать антибиотики 10 дней для того, чтобы болезнь не вернулась. Такому человеку тоже можно принимать лекарства в субботу, мы считаем его больным. Там, где у нас есть сомнения, есть ли болезнь или нет, предположим, заподозрили болезнь и сделали анализы, а ответа анализа еще нет, а уже наступила суббота, ответ придет только после субботы. В субботу поликлиника закрыта. И в таком случае, поскольку у нас есть сомнения, что, быть может, анализа кажется положительным, и действительно кажется, что человек болен, то и в этом случае мы считаем его уже сейчас больным и разрешаем ему принимать лекарство. Уже упоминали мы ребенок малолетней возрасте до 2-3 лет. То, что для взрослых является легким медомоганием, для него считается болезнью. Скажем, укус. Укус насекомого. Для обычных людей, если нет резкой аллергической реакции, то для обычных людей это легкое недомогание и принимать какие-то средства для облегчения боли нельзя. Но если речь идет о малолетнем ребенке, то и для него укус считается не опасно больным, и поэтому можно давать ему лекарства. Роженица. Женщина, которая родила в первое время, она вообще считается опасно больной первые три дня. А в в дальнейшем целый месяц после родов мы считаем ее не опасно больной, несмотря на то, что она говорит, что она прекрасно себя чувствует, она уже забыла про роды, при всем при том, с точки зрения лохи, тот шок, который она пережила, шок гормональный, который она пережила во время родов, он дает ей статус не опасно больной, и в любом случае ей можно принимать по необходимости лекарства. Ну хорошо, с лекарствами нам понятно, что для людей больных, мы описали, кто может считаться больным, для них можно им принимать лекарства. Вопрос теперь следующий, а можно ли для них нарушать какие-то запреты субботы? Если для опасно больных людей то нарушаются все законы Туры и все запреты субботы, то для не опасно больных людей можно нарушать только запреты мудрецов и то в определенных границах. Еврей может нарушить вещь, которая запрещена мудрецами, если делает это измененным способом, необычным, не так, как принято делать это в будние дни. Скажем, если нужно принести для больного человека лекарство и нести его можно проходя по узким переулкам, не выходя на широкие магистральные улицы, то есть запрет переноса в субботу в таком случае он только медрабанан, он только по постановлению мудрецов, то для неопасного больного может еврей принести для него лекарство. Что еще можно? Если есть не еврей поблизости, то для неопасного больного можно попросить не еврея сделать то, что запрещено еврею даже законом Тор. то есть если есть больной, который страдает сейчас от холода, его бьет озноб, то можно попросить нееврея включить отопление, либо наоборот, если ему очень жарко, можно попросить нееврея включить кондиционер, можно попросить его отвезти человека в больницу на машине, можно попросить нееврея, чтобы тот позвонил и вызвал врача к больному, все эти вещи, даже если они запрещены законом Торы, нееврей может их сделать, можно попросить обратиться к нееврею с просьбой, чтобы он это сделал. Если есть сильная зубная боль, нужно сказать, что сильная зубная боль, она уже определяется не как недобогание, а это уже дает человеку статус больного. Поэтому можно при случае человек, который живет в середине евреев и испытывает сильную зубную боль, может обратиться к зубному врачу нееврею с тем, чтобы он сделал ему пломбу или вырвал ему зуб и так далее. Это безусловно вещи разрешенные. По поводу оплаты нужно договориться то, что платить он будет. Моцей шабат не сходе субботы, но само обращение к врачу нееврею для того, чтобы сделать в случае резкой боли сделать пломбу или вырвать зуб, то это разрешено. Врач еврей, которого вызвали к больному, может выехать на этот вызов, пользуясь услугами шофера нееврея. Конечно же, нужно постараться убедить его, что деньги будут ему заплачены на исходе субботы. Если это не помогает, если он не верит и требует деньги сейчас, то можно ему и заплатить, не забыть сказать, что сдачить не надо, потому что дать деньги это необходимо для того, чтобы поехать к больному в субботу, но уже принимать сдачу в этом никакой необходимости нет. и требовать у него квитанцию тоже врачу не следует. Когда есть необходимость дать лекарство больному, то можно разрывать упаковку, но только нужно быть внимательным, чтобы не разорвать ее в тех местах, где есть буквы. Это вещь, которую делает не след. А если нужно сделать укол, как быть в этой ситуации? Лучше, конечно, любой укол попросить нееврея, чтобы он сделал, если нееврея нет. В тех случаях, когда необходимо сделать подкожный или внутримышечный укол, то это может сделать и еврей, еще раз повторяю, для больного человека, для неопасно больного, но не для тех, кто испытывает только легкое недомогание. Для больного можно сделать укол, но если речь идет об уколе внутривенном, то еврею это делает проблематично, ибо здесь мы имеем дело с законом Торы. Поскольку выделяется кровь при этом, то это серьезная проблема. Если же перед нами больной, которому еще до субботы в Вену ввели катетер, то через катетер можно впрызнуть ему и лекарство в Вену в субботу это может сделать еврея, это не представляет собой проблемы. Но вот сегодня в субботу вставлять ему в Вену катетер или делать ему укол иглой, это для еврея можно разрешить, еврей может это сделать только для опасно больного, а если перед нами не опасно больной, нужно просить об этом не еврея. как быть в случае когда человек не опасно больной должен воспользоваться различными мазями. Здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой, потому что размазать мазь входит в одну из категорий 39 милоход запрещенных торы, то, что называется меморея. Именно имеется ввиду разглаживать и размазывать что-то так, чтобы оно ровным слоем легло на поверхность. Ну и когда намазывается мазь, это самое и происходит. Аналогично нельзя для неопасно больного нельзя размазывать мазь не только на его коже, но и на компрессе нельзя поэтому приготовлять компресс в субботу и более того, мудрецы это уже постановление мудрецов запретили ставить человеку такой компресс с мазью из опасения что мы забудем и начнем размазывать мазь по компрессу по марле. Этот запрет, поскольку это запрет мудрецов, то нарушить его непринятым способом разрешается. А именно, что можно сделать в такой ситуации? выдавить мазь из тюбика прямо на кожу человека и покрыть сверху бинтом повязкой и так далее. Но при этом быть очень аккуратным, чтобы не размазывать мазь ни по коже, ни по компрессу. Есть некоторые авторитеты, которые говорят, что есть различия между двумя видами мази. Некоторые мази на них на упаковке написано по-английски cream, то есть крем, а на других написано ointment, мазь. Чем они отличаются друг от друга? Первое, то, что называется cream, обычно это различные мази на водяной основе. А ointment это мази, в которых 80% это вазелин либо густое масло. Разница между ними вот какая. Мази на водяной основе их можно втереть в кожу так, что на поверхности не останется никакого слоя. И, строго говоря, под запрет мемориах размазывать это не попадает. Но если мы имеем дело с мазями на вазелиновой основе, то когда мы их накладываем на кожу, то даже если мы стараемся их втереть, то все равно останется поверхность, на поверхности, на коже останется слой этой мази и это безусловно входит в размазывание запрещенной торы. Поэтому некоторые авторитеты логически говорят следующую вещь, что если человеку прописали крем на водяной основе и причем по условиям то, что говорит врач, что именно нужно не просто накладывать его, а нужно втирать его в кожу, то можно позволить неопасно больным пользоваться вот этими самыми кремами на водяной основе, втирая их в кожу до победного, так, чтобы ничего на коже не осталось, при условии, что это необходимо по рецепту врача. Но что касается мазей на вазелиновой основе, то здесь уже ничего сделать нельзя, и это можно использовать, их можно накладывать на кожу, намазывать на кожу только для опасно больных, либо, как мы сказали, вот такой способ, при неопасной болезни, просто из тюбика на тело выдавить мазь, и сверху завязать это бинтом. Ну и закончим проблемой, которой страдают многие люди, это бессонница. если бессонница, одноразовый человек, с того, что он перенервничал, еще по какой-то причине не может заснуть, то это лишь легкое недомогание, поэтому принимать таблетки от бессонницы взять снотворное ему в субботу нельзя. Но если бессонница у человека хронически или человек от бессонницы настолько себя плохо чувствует, что у него начинается слабость и он совершенно разбитый, то в этом случае мы имеем дело уже со статусом неопасно больного и можем разрешить ему взять снотворное. вот это все, что касается неопасно больных. Может быть завершим мы вывихом. Если человек вывихнул плечо, локоть, бедро, это во-первых заставляет очень сильную боль. боль, которая безусловно позволяет таким людям принимать лекарства обезболивающие. Но в ряде случаев вывих, а уж в особенности перелом кости может привести к опасности для жизни. И это уже тема, которую мы оставляем на следующий урок. Он будет посвящен всем тем случаям, в которых есть опасность для жизни. И когда, как было сказано уже, можно нарушать, можно не только давать человеку лекарства, но и можно нарушать все запреты и запреты, учрежденные мудрецами, и в том числе и запреты Торы, но об этом уже в следующий раз. в следующий раз.